Здравствуйте! С вами портал Экзогет.ру и священник Александр Сатомский, преподаватель кафедры теологии Ярославского Педагогического Университета и Ярославской Духовной Семинарии. Мы продолжаем цикл лекций, посвященных литургии, и сегодня мы поговорим про облачение духовенства. По логике, если нам разбирать четкую, прямую последовательность действий, то нам стоило бы начать, наверное, не с облачений, а с молитв входа. Но о них мы поговорим на нашем следующем занятии, объединив их с темой проскомидии. Сегодня же мы будем говорить о том, собственно, во что облачаются священнослужители в алтаре перед началом совершения данного таинства. Мы, возможно, не коснемся абсолютно всех предметов облачения, но, в общем-то, про наиболее важные, известные, общеупотребительные поговорим. Часто, когда возникает тема облачений священнослужителей, апеллируют к Ветхому Завету и к его базовой логике, когда рассказывается, например, в текстах книги «Исход», как должен выглядеть храм и как, собственно, должен быть облачен священнослужитель. На самом деле, в «Исходе», в 28 главе, мы видим достаточно объемное повествование на предмет того, во что облачается первосвященник. Буквально несколько стихов. «Возьми к себе Аарона, брата твоего, и сынов его с ним, от среды сынов Израилевых, чтобы он был священником мне, Аарона и Надава, Авиуда, Илиазара и Ифамара, сынов Аароновых, и сделай священные одежды Аарону, брату твоему, для славы и благолепия. И скажи всем мудрым сердцем, которых я исполнил духа премудрости и смышления, чтобы они сделали Аарону священные одежды для посвящения его, чтобы он был священником мне. Вот одежды, которые должны они сделать. Наперстник, эфот, верхняя риза, хитон стяжной, кидар и пояс. И далее, далее. Это очень крупный фрагмент, практически во всю 28 главу. Однако нужно заметить, что если в Ветхом Завете одежды священника, левитов, первосвященника, устраиваются совершенно определенным, особенным образом и должны выделять их из народа Израиля, то ранняя церковь была совершенно чужда подобной логике. Все, во что облачались священнослужители, было одеждами обыденными, самыми бытовыми и обыкновенными. Более того, мы можем вспомнить соответствующий эпизод из истории западной церкви, когда в период темного средневековья гальские священники вдруг приняли решение измыслить и изготовить какие-то совершенно особенные, только для богослужения, используемые одежды. Ну, то есть выдумать какие-то концептуально новые облачения. Да и данная инициатива была отвергнута церковью, осуждена на соответствующем местном соборе и более никогда не возникала. То есть первое и самое главное соображение, что все одежды священнослужителей, которые используются на данном этапе как литургические, изначально имели самый обычный бытовой смысл и значение. Обсудим самые основные из них. Первый является, конечно, стихарь. Происходит он от греческого стихос, прямая линия, и в этом подчеркивается характерная черта и как облачения, так и, собственно, римской туники, из которой он происходит. С одной стороны, как правило, данный формат одежды, туника, был обычной одеждой всякого римлянина. При этом, как правило, она всегда изготавливалась из какой-то максимально светлой ткани. Понятно, что простолюдина как-то ее особенно изящно белить не могли, но вот ткань настолько светлая, насколько это, скажем так, технически и финансово было возможно. Прямая же линия употребляется здесь, во-первых, и, главных, в совершенно прагматическом ключе. Ширина ткацкого станка, как правило, не позволяла выткать ткань соответствующего размера, чтобы из нее, не стыкуя, можно было тунику собрать. Поэтому обычно места, где фрагменты стыковались друг с другом, закрывались какой-нибудь ленточкой цветной ткани. То есть каким-то достаточно узким вот этим фрагментом, который и образовывал прямую линию, нисходящую до полу. При этом ее цвет и ширина, как правило, очень многое говорили о социальном статусе владельца. Ну, например, пурпурную такого рода линию на тунике могли позволить себе только представители самых высоких классов римского общества. Белый цвет, который, в общем-то, абсолютно прагматичен для жаркого средиземноморского климата, с течением времени внутри церковной традиции начал осмысляться как цвет чистоты. Поэтому, собственно, в белые одежды облачались новокрещенные, и стихарь, который самостоятельно, как совершенно самостоятельная и основная часть облачения, используется, например, дьяконом, был также преимущественно белым. У священнослужителей последующих степеней священства, у пресвитеров и епископов, стихарь претерпевает соответствующего рода изменения. Если дьякон облачается в стихарь, поверх него налагает орарь, и на этом, в принципе, и поруча, и на этом его облачение завершено, то и пресвитер, и епископ сверху на этот самый стихарь будут одевать другие священные одежды. Для того, чтобы это было всё не так тяжело, жарко и неудобно, стихари для этих чинов священнослужения были изготавливаемы из других родов ткани. То есть стихарь истончается, на современном этапе он получает название подризник у священника и подсакосник у епископа. Но принципиально это всё тот же самый один стихарь, та же самая римская туника. Имеет она развитие и внутри западного обряда, и, собственно, внутри обряда восточного. Далее, говоря опять же о диаконе и священнике, поверх стихаря в одном случае и подризника в другом случае налагаются орарь диаконом и эпитрахиль священника. Принципиально это один и тот же элемент облачения, равно как стихарь и подризник одно и то же. Орарь происходит от латинского oris, уста, и ряда связанных с ним и однокоренных слов, как, например, орары – молиться. Также параллельно можно припомнить здесь и орариум – полотенце для лица. То есть несколько вот этих смыслов подчёркивают значение ораря в практике. Многие толкователи производят его из лентиона, из того длинного полотенца, которым подпоясывается Христос на тайной вечере, служа апостолам, как рассказывает нам об этом Евангелие Таанна, омывая ноги и вытирая их краями. Орарь, конечно, использовался и используется для несколько иного функционала. Вот здесь, конечно, более уместно вспомнить происхождение от слова ора и соответствующего глагола, то есть орара – молиться. И так или иначе, например, диаконом он воздвигается, один из его ниспадающих фрагментов, воздвигается вверх во время возглашения ектеньи, тем самым давая собравшимся знак к молитве. Похожего рода практика присутствует на определённом этапе и в синагогальных богослужениях, где определённого вида плат также использовался как молитвенный знак. Поэтому вполне возможно, что этот элемент имеет, скажем так, такую общую контекстность из иудео-христианского богослужебного дискурса. В плане же священнослужителей следующих степеней посвящения, а именно, опять же, пресвитера и епископа, этот орарь не ниспадает с одного плеча, как у диакона, а одевается на шею, эпитрахео, вокруг шеи. Таким образом и получается тот самый епитрахиль. В практике современной и орарь, и епитрахиль имеют на себе нашитые изображения крестов, которые в общем числе достигают семи. Это не абсолютная и не всегда универсальная практика. И орари могут выглядеть иначе, и эпитрахили. Но, как правило, здесь самое простое, широко распространённое толкование указывает на совершение таинств. То есть, собственно, поэтому на эпитрахиле священника семь этих крестов нашиты, и только шесть перед ним, как бы знаменную тем самым, что почти все таинства, за исключением таинства священства, которые он получает сам от другого, и поэтому крест этот находится у него на спине, он может совершать. Повторяюсь, это как бы больше простое символическое толкование, и к происхождению данных элементов, конечно, оно прямого отношения не имеет. Интересно обратить внимание на то, что, как правило, возложение всех этих элементов одежд священнослужителям на себя сопровождается течением определённого рода молитв. Ко всем ним, может быть, обращаться мы не будем. Это, как правило, цитаты из тех или иных фрагментов библейского текста. Как правило, в современной практике это псалтырь. Но были они различны. К примеру, тот же самый Епитрахиль на данном этапе, когда одевается священнослужителем на себя, в этот момент он, молясь, вспоминает помазание на священство как раз Аарона и тот елей, который с его главы на бороду изливался в этот момент помазания. А, например, более древняя, чем данная старообрядческая практика сравнивает Епитрахиль и использует в качестве молитвенного текста фрагмент евангельский, где говорится о узах, которые были наложены на Христа Иисуса. То есть, таким образом подчеркиваются и разные, скажем так, идеи внутри одного и того же священнослужения. Также, если говорить о общих для всех чинов деталях облачения, нам нужно вспомнить здесь поручи. Возлагаются они не в такой последовательности. Например, священник возложит их на себя после набедренника и пояса, равно как и епископ. Но, так как мы говорим здесь о деталях общих для всех, то третьим элементом, тогда нам нужно говорить о поручах, они, кроме всего прочего, являются одним из самых поздних по времени возникновения элементов священнических одежд. И относятся в данном случае не к бытовой, а к военной категории. То есть, происходят не из обыденных одежд, а из тех или иных элементов военного облачения. Ну, то есть, по факту практически доспеха. Понятно, что с течением времени, ну, например, в облачении византийского императора поруч, как непосредственно военный элемент, всё больше и больше переходит в элемент, ну, скажем так, как статусного и соответствующего рода эффектности декора. То есть, он вышит, он инкрустирован драгоценностями, он подчёркивает статус императора. В качестве дара и соответствующего рода, как бы, передачи статуса на определённом этапе византийские императоры дарят поручи и, соответственно, возможность их ношения константинопольским патриархам. Такого рода дары были достаточно характерны для Византийской империи. Собственно, некоторые из элементов византийского императорского, скажем так, обихода и устава, из тех чинопоследований, которые совершались в императорском дворце, в общем-то, перешли как раз и в качестве соответствующих элементов в православное богослужение. Ну, например, те же самые орлицы, которые полагают под ноги епископу, те же самые дикирии и трикирии, светильники, также происходят из императорского обихода, поручи однозначно, но, в принципе, даже и сакос с омафором имеют соответствующего рода происхождение. Хотя история про омафор будет несколько более сложной. Так вот, поручи сначала преподаются Константинопольскому патриарху, тот на определенном этапе преподает право их ношения митрополитам, впоследствии епископату, и только на позднем и очень позднем этапе, XIV век и далее, поручи возникают как регулярный элемент облачения в одеждах всего православного духовенства, то есть и пресвитеров, и диаконатов в том числе. Любопытно, что на современных поручах мы видим один из достаточно древних элементов закрепления того или иного элемента одежды. Мы привыкли с вами к пуговицам, в то время как на поручах, равно как, например, и на подризнике и подсакоснике, мы видим, что рукав закрепляется не пуговицей, а преимущественно закручивается веревочками, то есть поруч затягивается, а потом эта веревочка прокручивается вокруг руки. Это, повторяюсь, абсолютно бытовая тема, которая в последующем толковании тоже получает свой переносный смысл. Вот здесь как раз, если старообрядческая традиция в Епитрахиле видит узы христовые, то толкователи православные чаще всего говорят о узах применительно вот к этим веревочкам подризника или поручей. Но, повторяюсь, это быт, и изначально ничего другого. Далее говоря уже, собственно, о священнических и епископских облачениях, мы должны вспомнить здесь набедренник, пояс, и, например, в нашей традиции это, возможно, еще и палица. Почему я уточняю в нашей? Не все православные церкви различают набедренник и палицу. Во многих существует, например, только палица, причем как соответствующий в нашей, например, наградной системе. И один и другой элемент не являются обязательными, палица и набедренник, а являются, в общем-то, вариантами наград, которые получает клирик за свои, скажем так, либо годы беспорочного служения, либо за какие-то особенные труды на Ниве церковной. И набедренник, и палица, повторюсь, как и поручи, собственно, и в некотором смысле, как и пояс, являются военными элементами облачения. Они одеваются на плечо лентой, а основная часть облачения, то есть если это палица, то она, как правило, ромбовидна. Если это набедренник, то он прямоугольный. Не спадают, соответственно, один с правой части бедра, другой с левой. Тот и другой символизируют собой как бы меч духовный, но на самом деле и связаны с военной темой, потому что, происходя, опять же, из военного облачения, являются теми элементами ткани, которые предохраняют бедро от натирания, собственно, ножнами. Понятно, что православный священнослужитель никаких ножн и меча не носит. Таким образом, эти элементы остаются как исключительно декоративные, но при этом имеющие вот такой далекий отсыл к военной тематике и осмысляющимися как духовное оружие. Хотя при всем при этом мы прекрасно понимаем, что, конечно, главным духовным оружием не только клирика, но и вообще христианина, в принципе, является крест Христов. Пояс же, с одной стороны, является как воинским элементом, так в том числе и обыденным. Подпоясываются взрослые. Отсюда мы видим практику, с одной стороны, распоясывания оглашенных, они неподпоясанными находятся в соответствующий момент, и потом, уже приняв крещение, они начинают пользоваться поясом как соответствующим элементом одежды. То есть отсюда в том числе такой своеобразный смысл слова «распоясываться» в нашей русской традиции. То есть в каком-то плане получается как бы вести себя не как взрослый, а как бы как-то развязано неправильно. Поясом стягиваются все эти элементы, то есть епитрахиль, набедренник, палица. И далее священник, а до определенного момента времени, до очень высокого, скажем, средневековья, и епископ полагали сверху всего этого фелони. Происходит этот элемент облачения от греческого «фаэно» – «светица». То есть, как правило, таким образом подчеркивается нарядный праздничный вид этого элемента, то есть а изначально просто так же светлый его вид. Фелонь происходит, в общем-то, от дорожного плаща, то есть от того элемента одежды, который должен предохранять в непогоду. Заметим, что православный священнослужитель таким образом как бы подходит к престолу полностью одетым, готовым, ну скажем так, отправиться в путь. Мы на прошлом занятии говорили с вами о том, что литургия – очень динамическое, очень подвижное таинство. И хотя совершается теперь оно внутри одного помещения, но на этот динамизм указывает нам даже вот сам объем вот этих элементов облачения, что священник как бы представлен как путник, отправляющийся в долгую дорогу. Это, кроме всего прочего, совершенно однозначным образом указывает нам и на параллель с тем же самым исходом. Из рабства в свободу выходит Израиль, в ночь исхода, будучи одетыми, подпоясанными, с посохами и полностью готовыми встать и прямо сейчас выйти. Действие освобождения Богом осуществится в момент времени. Так же и священник, он полностью готов, одет, подпоясан, одет сверху в дорожный плащ, который тоже имел разные формы исторические. То есть он мог не спадать, например, только на одно плечо. Такого рода филони мы видим в облачениях духовенства на мозаиках равенны, очень раннего периода, это 6-7 века. Мог быть колоколообразным, то есть это ткань, целиком накрывающая человека сверху до низу, и в ней только делается выемка для, соответственно, продевания головы. С течением времени филонь развивался и развивался в разные стороны. Он имеет свой вид развития в западной традиции, собственно, свое развитие в традиции восточной. Например, в церковно-археологическом кабинете Московской духовной академии вы можете увидеть очень интересный вариант филони, который представлен как именно такой полностью не спадающий до полу элемент облачения, в котором объективно очень сложно совершать богослужение, потому что необходимо время от времени совершать то или иное действие руками. Для этого нужно собирать складки на, собственно, предплечьях. И поэтому с течением времени и в греческой, и в русской богослужебных традициях передний край филоня начинает укорачиваться. В греческой традиции он не настолько короток, в русской он практически достигает как раз тех же самых предплечий, что, конечно, упрощает использование филоня, но исторически, повторяюсь, выглядел он несколько не так. Также, собственно, с течением времени он всё более и более эффектно расшивается, на нём появляются кресты, например, многочисленные, это полиставроны так называемые, то есть многокрестия. А далее на определённых этапах ткани становятся всё более дорогими, но в ряде случаев более безвкусными. То есть светлый или одноцветный или многокрестный филонь вдруг расцветает цветами, птицами и какими-то совершенно турецкими элементами внешнего стилевого решения, конечно, не очень соответствующих духу православного богослужения. При этом замечу, что до самого позднего периода абсолютное большинство филоний, что греческих, что русских, существенно отличались от тех, которые сейчас приняты в нашей традиции, а именно это были варианты облачений оплечных, то есть никакой стоячей вставки вот этого какого-то специальным образом укреплённого оплечья такая филонь не имела. Вы можете увидеть, кстати, варианты таких древних оригинальных филоний в, опять же, Троице-Сергевой лавре, филонь преподобного Сергия там сохранился, или же, например, в Кирилло-Беллезерском монастыре, где также сохранился филонь преподобного Кирилла. Это чрезвычайно древние церковные артефакты, но и чрезвычайно интересные. Опять же, вы можете увидеть, как они визуально очень просто решены. Нужно заметить, что стоячий элемент, который, например, сейчас очень плотно многими ассоциируется со специфично русской традицией, как говорят греческий филонь, выглядит так, такой-то так, а русский таким образом, на самом деле происходит ввиду западного католического влияния. 16 и скорее даже больше 17 век, это период, когда он становится распространён на Руси, и происходит от католического плювиала. Похожие детали облачения тоже, в общем-то, к дорожному плащу, плащу от дождя восходящим. Плювиал в том числе может быть с капюшоном, филонь всё-таки православный никогда, но как плювиал достаточно регулярно изготавливался именно в стоячем оплечье, так с течением времени и внутри русской традиции филонь тоже такого рода стоячие оплечье получил. Ну и, конечно, очень яркой деталью, которая, например, характеризует именно священника и выделяет его из духовенства вообще, монашествующих, декраната, кого-то ещё, является наперстный крест, который очень плотно ассоциируется с таким регулярным образом священнослужителя. Нужно заметить, что сам по себе он исключительно нерегулярная часть священнического облачения. То есть, как правило, в древности кресты носили настоятели монастырей, главы каких-то очень крупных общин, которые банально могли себе это финансово позволить. Никакой градации крестов не существовало, всякий носил ровно тот, на который был финансово способен. И, повторяюсь, это была крайне нерегулярная практика. Как совершенно особенный знак особенного благословения мы можем вспомнить тот же самый крест, преподанный в дар преподобному Сергию от патриарха Константинопольского. Он тоже сохранился, и вы тоже в Троицей-Сергиевой лавре можете его увидеть, и вы будете удивлены, какого скромного и вида, и размера этот крест. Повторяюсь, это крест игумена земли русской. Регулярной частью священнического облачения, причём не только литургического, но и повседневного, как, например, сейчас на мне, крест в нашей русской традиции становится, собственно, с самого конца XVIII века. А именно решением императора Павла I в 1797 году в качестве награды появляется золотой, так называемый, крест. Крест, как правило, он четырёхконечной формы. Единственное его цветовое решение именно в золотом цвете. И предлагается он исключительно как награда для некоторых представителей духовенства. В качестве же регулярной части священнического облачения, абсолютно у всех священников присутствующей, крест появляется исключительно поздно. Собственно, при императоре Николае II в 1896 году. То есть, собственно, это связано с коронацией императора. В церквях греческой традиции, как правило, крест используется священником только во время богослужений. В рамках же обыденной жизни священнослужитель носит просто подрясник и рясу, или даже только подрясник, без использования креста. Из специфично епископских элементов облачения мы уже упоминали с вами сакос, который на определённом этапе, также будучи элементом одежды византийского императора, становится прерогативой константинопольского патриарха, а потом этапно переходит к всем епископам православной церкви. И вы поэтому можете увидеть на, например, иконах всех епископов древности в Филонях, а, соответственно, епископат с определённого этапа средневекового в сакосах. Но при этом, конечно, не исключены и анахронистические ситуации, когда на иконах, например, XVIII-XIX веков мы видим в сакосах написанными и каппадокийских святителей, и, собственно, Иоанна Златоуста, Григория Двоеслова и, в принципе, кого угодно. Но, повторяюсь, это чистый анахронизм, и сакос достаточно поздняя деталь облачения. После X века только он начинает так вот достаточно активно распространяться и перехватывать инициативу у Филоня в епископских облачениях. Специфичной же деталью, которая отличает именно епископское и только архиерейское облачение, является амафор. Как для диакона главным элементом является арарь, для священника это эпитрахиль, для архиерея это амафор. Происходит он от двух греческих слов «омос» и «форос», то есть «плеченосимый», или «наплечник», как бы мы сказали, то есть «эпитрахео» – «на шее носимый», а амафор – «на плечах носимый». Представляет он собой также крупный плат, вышитый крестами в смысле символическом. Он знаменует собой пастыря доброго, который полагает на плечи свои овцу и, соответственно, говорит о сути и смысле епископского служения. Но также, в общем-то, происходит он из совершенно общеантичной традиции, это греко-римский Паллий, который на определенных этапах присутствует, например, и у представителей западного, и восточного духовенства, но получает разные стратегии развития. Впоследствии, например, амафор является характерной и уникальной особенностью всего православного епископата, в то время как, например, в западной традиции Паллиумы становятся прерогативами глав крупных, скажем так, крупных епархий, то есть митрополитов, патриархов и, собственно, папы римского. Есть еще целый ряд облачений, о которых мы с вами сегодня не поговорили. Многие из них также ситуативно возникают в определенные достаточно поздние моменты времени, как, например, та же самая епископская митра. В массе своей, как правило, голова архиерея во время богослужения была покрыта либо куколем, либо клобуком, ввиду монашеского статуса. Наверное, в качестве последней ремарки не могу не упомянуть тему богослужебных цветов. Вы можете обратить внимание, регулярно приходя в храм, что в разные праздники священнослужители служат в облачениях разных цветов. Более того, они четко соотнесены с богослужебным календарем, то есть если служат сегодня в голубом или, например, в синем, то это явный признак, что это либо какой-то богородичный праздник из двунадесятого цикла, либо же честуется какая-то из икон Пресвятой Богородицы. Если облачение белое, то это праздник господский, а если, например, красное, то это либо память мученика, либо пасхальный цикл. Нужно заметить, что это крайне поздняя тема. Классические уставы говорят ровно о двух цветах православных облачений. Это белый для всего года и багряный в очень широком смысле и спектре для, собственно, пасхального цикла и памяти, например, связанных с крестом. В общем-то и все. Далее тоже во многом под влиянием западной традиции, то многоцветье, которое мы сейчас наблюдаем, становится нормативным не только для русской, но и для большинства православных церквей. Хотя трактуется оно по-разному, к разным праздникам в разных православных традициях соотнесены разные цвета. Некоторые, например, имеют сложную историю развития, как тот же самый, например, черный цвет, который в облачениях православного духовенства России тоже появляется в Павловую эпоху, в общем-то еще достаточно представлен в рамках постного цикла, но многими древними общинами нашей церкви, как, например, тем же самым братством Троицы Сергиевой Лавры, не используются в принципе никогда. То есть мы можем увидеть, что если, например, на многих приходах в черном служат в рамках будних дней Великого Поста, то та же самая Лавра, достаточно внимательно относящаяся к своей традиции, служат будние дни в фиолетовом, а дни, собственно, субботний и воскресный в золотом. Знаменную тем самым их совершенно особенный, выделенный из общего постного контекста статус. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Продолжение следует...